третья часть мои дорогие смотрите вот это моя переписка с олеся ярославской значит в прошлом году и все это мое читаю слушайте портрет сектантов вы помните что она я уже сказала что это вот что она там пишешь она детский писатель что она считает что из-за нее целое силу и в прошлое же из-за ее прошлой жизни там целая семью с целая сила сущим погибло тра-та-та читаем олеся здравствуйте это был этот год 22 февраля эта мать уже выехала а значит она выехала из моей квартиры на осипова вот и так сказать портрета штрихи к портрету у тех вот сектантов смотрите будьте внимательны с кем вообще общаетесь дружите чтобы не попасть такую в такую в такую жуткую ситуацию как я попала алиса здравствуйте меня зовут оксана мартель дочка валентины григорьевны карпенко сообщаю что вещи которые она вам передала в субботу ворованные у меня ворованные никому счастья не приносила и надеюсь что вы их вернете отвечает вещи в вопросительный знак три восклицательных она мне отдала только старую дубленку это вряд ли ваша брехня потому что она пришла в субботу я смотрела там ее переписку с моей мамой мама писала хорошие вещи я тебе оставила у меня там пропали у меня красивые вещи пропали так а так я говорю платье не передавала но прикидываясь идиоткой так она по размеру мне не подходит и так верну у меня мои вещи пропали то я не ношу платье так она на тут она по размеру мне не подходит и так верну я опишу если не моё то никаких претензий моя мама опустушила мою квартиру и душу олеся намного остырье выкидывала вот на этом намного остырье выкидывала я так вот попад подчеркиваю и отвечаю она вечно гадости говорит про меня и про мои вещи так колесь она зациклена на серёже это не лечится увы я хорошо отношусь к вами вашей семье вот брехливая же о сейчас покажу так она она зациклена серёжи это не лечится увы я и отвечаю она его ненавидит всю жизнь как меня моих детей так она на ее я хорошо отношусь к вам и вашей семьи я отвечаю я мама не блокировала никогда за мою спину и мне такие гадости, подлости сделала, что ни в какую голову не налазит. Олеся. Даже говорили с ней, что ради внуков надо наладить отношения с дочкой. Ну да, все мы заблокированы. Она пока не готова. Любимая фраза моей мамы и всех тех сектантов. И это им этот вот тороп говорит. Так, я ей пишу. Вы, кажется, не поняли, что маме плевать и на детей, и на внуков. На ее слова она пока не готова. Отвечаю. Она не хочет. Готовность тут ни при чем. Олеся, может и так. Мне жаль, что все так вышло. Мне кажется, там одержатель. С мамой она говорит о своих этих вот, а тут она, посмотрите. Мама, если ты слушаешь твоя Олеся, подружка, с которой ты целуешься, обнимаешься, да мне все равно, с кем ты там это вот обнимаешься. Это твоя личная жизнь. Послушаю, что тебе говорят. Олеся говорит, мне кажется, там одержатель. Может теперь что-то изменится, когда они переехали. На ее слова мне жаль, что все так вышло. Я ей отвечаю. А пустошение души и кошелька никак не связано с жалостью. Люди попадают к маме на крючок и начинают ее жалеть, вообще не разобравшись. Я пишу. Вы уверены, что она купила жилье и на Сережу тоже? Я в этот раз даже стала открытые пасы ставить, чтобы опять не получилось безумство, что она сбежит в Сибирь с деньгами и бросит брата. У них было своих несколько квартир в Одессе. Сами себя всего лишили. Три минуты. Разорились за эти последние 14 лет. Я пишу. Я не священник, чтобы сказать, одержимость ли это, или и не психиатр, чтобы сказать, безумна ли моя мама. Знаю, что она за моей спиной надела столько гадости, что чуть тюрьму не посадила Сережиного отца и моего старшего сына. Сережин отец притворился мертвым и спрятался на 14 лет. На все годы, что я содержала маму и брата. Я ей передавала по 150 долларов в месяц, плюс деньги на ремонт. Все украдено. Я думала, Сережин отец умер. Только в прошлом году узнала, что жив. Сказала мне мамина подруга молодости Кладдия Громова. Я ему свечку ставила за упокой, содержала его сына. И маму, открывая кусок, отрывая кусок от моих детей. В 2016-й мама решила, что Сереже пора на тот свет. Олеся, а зачем, если она не хочет общаться? На вопрос, а зачем, если она не хочет общаться, я ей пишу. Зачем что? Она пишет. Присылать деньги. На присылать деньги я отвечаю. Год как прикатила присылать. С момента, как она вызвала полицию на моего сына. Олеся, если бы мои родители со мной не хотели общаться, я бы тоже им не высылала. Я ей пишу. Прекратила присылать с ноября 2019-го года. Олеся, значит лишнее. Понятно, мам? Так, если бы мои родители со мной не хотели общаться, я бы тоже им не высылала. Я пишу. Я не про деньги. Я спросила, вы не в курсе, купила ли она жилье на них двоих или только на себя. Олеся, Сережа, там отдельная комната. Так, я ставлю плюс. Так, а он, надеюсь, тоже собственник, я отвечаю. Она пишет. Она из-за него не уехала в Сибирь. Я пишу. Мама умеет сбегать. Олеся, она кого оформлена, не знаю. На ее слова она из-за него не уехала в Сибирь. Я отвечаю. Это вы так думаете. Олеся пишет. Там маленькая малосемейка. Я не... Она из-за нее моло Theч Это значит, что это интересно. Продолжение следует...